Переходим к следующему седьмому уроку и рассмотрим очень важный вопрос для понимания. Урок номер семь. В чем опасность кризисных ситуаций? Мы рассмотрели основные типы кризисов, которые регулярно случаются с нами в жизни. В чем же их опасность? Почему так важно уметь их проходить? И не абы как, а правильно использовать для себя. Опасность кризисных ситуаций в том, что именно в этот момент мы теряем почву под ногами. Именно в самый разгар кризисной ситуации мы не способны адекватно мыслить и воспринимать происходящее событие. Мы начинаем себе вредить и все делать неправильно. Вроде еще вчера шли вверх и вперед. Все складываю благополучно и вдруг бац и все летит в тарары. Окружающие обычно тоже ничего не видят и нас не понимают. Они видят наши неадекватные действия, но не понимают причин. И еще меньше понимают, что именно нужно делать в этот момент. Они начинают нас ругать, нам предъявлять претензии, нас унижать, нас получать. Мы ответно начинаем тоже злиться, огрызаться, защищаться, но не улучшаем этим ситуацию. В идеале нужно заявить своему окружению. Я вошел в кризисную ситуацию. Оставьте меня в покое и я выйду из нее победителем. Вот именно это мы с вами сегодня и изучим, как выйти победителем из кризисной ситуации. Чем еще опасна кризисная ситуация? Тем, что кроме правильного направления выхода из этой ситуации, есть еще два варианта развития событий. И чаще всего они происходят. Первый вариант. Вы продолжаете регрессировать, но уже более активно. То есть вы вошли в регрессию и начали регрессировать еще более активно. Вы попадаете в деградацию. Вы теряете приобретенные навыки, знания, опыт. Вы теряете приобретенные связи. Вы начинаете увеличивать свои долги. Вы теряете любимого человека. Вы начинаете себя и свой опыт обесценивать. Вы можете даже отказаться полностью от приобретенных знаний и умений и постараться о них забыть, так как они доставляют вам в дни страдания. Вы можете скатиться в скучное времяпрепровождение, ругая всех и вся, критикуя всех. Вы можете закрыться в своем доме и не выходить из него. Вы можете вернуться на нелюбимую работу. Вы можете начать пить, курить, потреблять наркотики, потеряв смысл жизни. Чаще всего так и происходит в случае большого кризиса. Второй вариант. Вы можете быть вечным оптимистом и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Депрессия вам не знакома. Но вы можете полностью изменить направление своей деятельности. Начав изучать что-то совершенно новое с нуля. Вы двигались в одном направлении и теперь вдруг решили двигаться в совершенно другом направлении. Вы можете бросить бизнес, который вошел в период стагнации, и заняться какой-нибудь ручной работой, спроектировав, к примеру, свою собственную лодку для рыбалки. Вы можете уйти из бухгалтерии и стать парикмахером. То есть совершенно изменить направление своей деятельности. И весь предыдущий опыт выбросить на помойку своей жизни. Вы можете уйти из семьи или уехать в другой город или страну. И вы можете поменять духовное направление. Вы можете вместо йоги заняться бегом на длинные дистанции. Главное в этой ситуации, чтобы ничто вам не напоминало о вашей предыдущей жизни. Особенно если кризис был болезненным и затяжным. Задание номер семь. Резюмируйте, пожалуйста, своими словами и запишите в свою рабочую тетрадь, в чем заключается опасность кризиса. А теперь мы перейдем к следующему уроку.